Здравствуйте! Это «Вечер на седьмом» и в студии для вас работает Анна Кравцова. Тема нашего эфира «Набережный квартал. Теперь точно не дострой». Вот такой вопрос мы задаем и буду задавать я его моим гостям. Оксане Пескуновой, адвокат. И Станислав Шевчук, инвестор жилого комплекса «Набережный квартал». Тема на самом деле грустная, и мы перед эфиром уже общались. Я говорила о том, что два года, даже больше, чем два года, мы исследуем эту тему недостроек. К сожалению, тема до сих пор актуальная, болезненная, и улучшений нет. В вашем случае это как бы не прискорбно было признавать наоборот еще. Есть ухудшения, о которых мы поговорим сегодня в рамках нашего эфира. «Предлагаю нашим телезрителям присоединиться к нашему интерактивному голосованию, как всегда, в этот час. Что бы вы сделали, чтобы предотвратить проблему недостроев?» Первый вариант ответа – разогнал мэрию. Второй – посадил всех недобросовестных застройщиков. И третий – нужен комплексный подход. Мы ждем ваших вариантов, а пока будем общаться с нашими гостями. Скажите, пожалуйста, у нас есть вводный сюжет моей коллеги Ольги Голодовой, но, тем не менее, я думаю, что мы не будем тратить на него время сейчас, чтобы вводить наших телезрителей в курс дела. Просто ситуация сейчас усугубилась буквально на данный момент. Все становится еще гораздо тяжелее, поэтому, я думаю, вы сами расскажете и выступите с журналистами, активистами и нашими коллегами. Спасибо, хорошо. Смотрите, на данном этапе набережный квартал судится с Олимпик Трансом. Напомню, что Олимпик Транс является арендатором земельного участка, на котором построен этот недострой. Сейчас они хотят разорвать договор, и, собственно, мы тогда останемся вообще ни с чем. То есть у Олимпик Транс останется участок недострой, набережный квартал уйдет от ответственности и якобы не сможет выполнить свои условия. Мы сейчас, общественная организация, собрали большинство пайщиков, собираем документы третью неделю. Уже более ста пайщиков принесло документы. Мы хотим войти в суд третьей стороной, чтобы закрепить наши имущественные права и чтобы наши интересы учитывал суд. Вот, наш, конкретно, как общественная организация. Вот. Напомню, что 30 января 2017 года в Одесском городском совете была создана комиссия, на которую мы очень надеялись, просили. Да, действительно, комиссия создана. Нас с Оксаной пригласили на нее, мы имели возможность участвовать. Но очень странное поведение некоторых членов комиссии. Допустим, вот Гиганов Богдан Викторович очень отстаивал интересы компании «Адеком». Которая, ну, как мне показалось. Вот. Которая… Которая уже построила «Золотой берег». «Золотой берег» построила. И нам пытаются навязать эту компанию как в достройщики. Ну, пайщики категорически настроены против, так как, ну, если бы у компании соответствующая репутация была, если бы они достроили бы хотя бы «Золотой берег», то тогда можно было и вести разговор. А так как там буквально перед, ну, после нас пайщики «Золотого берега» были на этой комиссии, ну, как-то оно вообще… Не считаю это нормальным. Вот. Также очень не понравилось на комиссии то, что вот… пайщики вынуждены якобы сами были смотреть документы. Вот это заявлял Гиганов и тоже многие члены комиссии проверили. То есть мэрия прокладывает ответственность на самих пайщиков и говорит, куда вы смотрели, когда вы заключали договора, а почему вы снимаете с себя ответственность. И вот сам депутат Богдан Викторович Гиганов неоднократно и настойчиво говорил, что они не будут идти навстречу пайщикам набережной квартала Жаботинского, потому что они не хотят создавать, скажу дословно, прецедент для других горестроителей, которые строят с нарушением строительных норм. Мы однозначно не согласны с этой позицией, потому что городские власти ГАСИ, они уполномочены прекратить любые незаконные действия на любой незаконной стройке в тот момент, когда они будут выявлены. И создать прецедент — это же не судебная практика. Это ситуация, которая конкретно возникла. И они в прессе неоднократно упоминали о том, что они проведут экспертизу о том, может ли это здание существовать с такой этажностью конкретно на этом объекте. И на этой комиссии нам озвучили тот факт, что мы должны собрать с пайщиков деньги и провести сам эту экспертизу. То есть получается как? Мэрия её будет проводить, а мы должны собрать деньги и её оплатить. Тогда зачем нам привлекать в эту ситуацию мэрию? Для чего это нужно делать? Абсолютно непонятно. Мы её тогда можем провести в рамках того же комменального проваджения, которое есть из-за нарушения норм строительства. И сами по своей инициативе, для чего здесь это звено мэрия, мы совершенно не поняли. И перекладывание ответственности на пайщиков, которые являются просто потребителем той услуги, которую они получили, это ненормальная ситуация, как я вижу. Поэтому в любом случае считаю, что игнорируют город проблему, которая есть. И ссылается на то, что нет инфраструктуры, нет школ, нет садов, которые должны быть на эту этажность. Но этот вопрос никто не пересматривает. И насколько нам известно, что никто из застройщиков, ни Олимпиэкстранс, как заказчик строительства, ни набережный квартал, не обратились для того, чтобы изменить условия по его участию в городе. То есть как все находилось в замороженном состоянии, так и находится, ничего не происходит. Ну расскажи, пожалуйста, каким образом получилась эта коллизия? С одной стороны, у нас же все утверждает город. Любое разрешение, любую бумажку. И мы наслышаны очень часто от владельцев кафетериев каких-то, как они месяцами ждут каких-то бумажек, которые нужно упрощать в любом случае. Но это не тема нашего сегодняшнего эфира. И вот если мэрия изначально утвердила это, я так хочу напомнить зрителям, что речь идет о двухсекционном, 22-этажном жилом доме, который должен был появиться на улице Жаботинского. Это район 6-й станции Большого Фонтана до конца мая 2016 года. То есть в принципе на данный момент мы можем говорить о том, что не задерживают сроки строительства, а это потенциальные недострои уже слишком реалистичные. Было ясно, понятно, что это недострой, потому что стройку бросили. Это не задерживает. Даже охрана стройки производится, электричества нет, то есть ничего не происходит. И работы, которые должны быть проведены для сохранения хотя бы этого объекта от разрушения в связи с погодными условиями, тоже не были проведены на эту зиму. А каким образом так оказалось, что сейчас у набережного квартала забирают землю? Вот расскажите об этой коллизии, правовой или... Дело в том, что эту землю не забирают. Этот земельный участок был выделен согласно договора аренды на срок по дополнительному соглашению к договору с мэрией компании «Олимпикс Транс». Мэрия заключила договор, и он был действителен до 31 декабря 2015 года. И люди, когда заключали договора, они не один человек, они не видели этого договора. Вот действительно не показывали людям этот договор, а этот договор они увидели уже в сентябре месяце, когда я им его показала перед собранием, которое состоялось... Компания «Идея» собрала собрание для людей и хотела якобы их продолжить строить. Но после того, как этот договор заканчивался, по идее компания «Олимпикс Транс» должна была действие его пролонгировать. Ну, есть такая практика, кто-то получает аренду на 49 лет, кто-то на год. Но в связи с тем, что компания «Набережный квартал», обслуживающий оператив, построила не 20 этажей, а 27, этот договор не продлили. Компания «Олимпикс Транс», она, в принципе, продолжает платить аренду, но продлить этот договор физически не может. В связи с этим пайщики обращались к городу за помощью, с просьбой помочь в продлении сроков этого договора. Потому что, с одной стороны, они понимают, что они даже собственными силами не смогут начать строительство, потому что договор аренды закончился. Даже если не захотят внести дополнительные паи, создадут новый кооператив или примут на себя обязательства по этому кооперативу, у них ничего не получится. Мы возвращаемся к тому, что договор аренды земли все-таки уже закончился, его никто не продлил. В принципе, эту землю «Набережный квартал» забрать никак не может, потому что она принадлежит не им, даже на праве аренды. Она принадлежит компании «Олимпикс Транс», право ей пользоваться, даже которая на данный момент закончилась, на сегодняшний день. И ситуация тупиковая именно в этой ситуации, в рамках того, что невозможно его продлить. И еще такой момент, что зонинг рассчитан на 16 этажей, на зонинге это здание вообще стоит как 16-этажка. А договор аренды заключен на 20 этажей. Кто виноват? Вот вопрос. Кто же виноват все-таки? Люди, пайщики, они могли это... Пайщики должны были смотреть документы. Они не могли этого предугадать. Это же обычный потребитель. Он никогда не... Ну, он не мог этого физически сделать. Была красивая реклама, был красивый хороший отдел продаж и все. То есть город для себя это открытие сделал тоже на одной из земельных комиссий, которая была в декабре 16-го года. И туда тоже приглашали компанию «Олимпикс Транс». И когда они посмотрели на геноплан Одессы и увидели, что там здание максимальной этажности, возможно, 16-этажные документы все разрешительные, дали все-таки на 20 этажей, плюс подземный паркинг. Ну да, это высота 22-этажного получается здания. Поэтому и здесь возникает тоже коллизия. И ответственность себя, конечно же, город снимает. Можно ли изначально предполагать, что это была афера до начала строительства, либо это стечение обстоятельств, когда недобросовестный застройщик, плюс территория, плюс мэрия и все? Я думаю, что это было до начала строительства запланировано, потому что незаметно построить 7 этажей просто невозможно фактически в центральной части города, в перспективной. И в любом случае, почему-то ГАСИ остановила строительство только тогда, когда закончили перекрытие последнего этажа. Почему не остановить было строительство на 21-м, на 22-м этаже, на 23-м? То есть странная ситуация получается и в Одессе, и в Одесской области, и в Украине, что наказ выходит после того, как работы завершены, понимаете? То есть если не проявится инициатива пайщиков ранее, то есть, получается, завершили работы, построили коробку 27 этажей. И поэтому как-то вот странно здесь. Я не могу говорить, предполагать о том, что это афера властей или еще кого-то, но слишком большое стечение обстоятельств, да? То есть и Олимпик Странс не видел, и городские власти не видели, никто не видел нарушений. А пайщики в итоге виноваты, оказывается? То есть пострадали пайщики, а виноватых нет? А пайщики в итоге не могут даже на сегодняшний день получить реестр пайщиков, чтобы увидеть, сколько же все-таки пайщиков вложили свои паи в этот кооператив. Нет никакой первичной документации, и ее невозможно увидеть. С каждым разом, когда мы видимся с вами, к сожалению, я вот прям чувствую, ваше настроение все становится все более пессимистичным и пессимистичным. Потому что усугубляется ситуация, мы узнаем больше информации, приходим на какие-то комиссии, плюс у нас появился процесс в хозяйственном суде. Компания «Олимпикс Транс» решила расторгнуть договор о сотрудничестве. Пайщики после того, как узнали о том, что состоится судебное заседание в феврале месяце, приняли решение, они консолидировались в общественную организацию, и небольшая часть пайщиков собралась в обслуживающий кооператив с целью, ну, якобы достройки этого комплекса. Они и одна, и вторая сторона обратились с заявлениями о вступлении в процесс третьим лицом на стороне ответчика. Самое интересное, что и сам ответчик, и истец, они возражали против этого. Почему ответчик возражал против того, чтобы его же пайщики, его же ассоциированные члены кооператива вступили третьим лицом, и их имущественные права, в принципе, на эти квартиры, которые фактически еще-то не установлены, но они там есть, они были учтены. Ведь если договор будет расторгнут, то, в принципе, все эти люди будут иметь требования только лишь к набережному кварталу, счета которого, к сожалению, никак оптимизма нам не добавляют. Поэтому, в принципе, с Олимпи, к странцам у них не было правоотношения, они с ним не заключали договора, они вкладывали пай в этот кооператив. И, в принципе, договор этот, который о сотрудничестве, ведь на его осуществление пайщики вносили эти деньги. То есть у кооператива не было денег. Олимпик странц тоже денежные средства не вкладывала в это строительство. То есть на их деньги построили эту свечку, и первая и вторая секция в ней участвовала. Какие-то деньги были обналичены, выведены, не установлены следствием, каким образом и кем. Но в любом случае их нет на счетах. И теперь получается ситуация, что их игнорируют. Но судом этот вопрос открыт. Назначена коллегия, и 16 марта будет заседание. И будет решен вопрос, будут ли учтены интересы третьих лиц или нет. Сейчас самая большая проблема и страхом пайщиков является то, что зайдет АДКОМ. Потому что, так как известно по Золотому берегу, и то, что они презентацию, так нам и не сделали. Мы просили их организовать презентацию, какие будут доплаты, на каких условиях будет достройка. Ничего этого не было пайщикам предоставлено. Они продвигаются через свой кооператив, который создали руками пайщиков, и пытаются зайти на нашу стройку. Ну, мы пытаемся с этим как-то бороться, но я так понимаю, их как-то там крышует или не крышует городская власть, или каким-то образом они прикрываются. Допустим, они заявили, что они войдут третьей стороной в суд, и уже заведомо они все порешали судьей. И говорит, что уже известно, что нам передадут, и у вас нет вариантов, и АДКОМ зайдет в любом случае. Пайщики боятся. Это восемь человек, которые, видимо, что-то им пообещали, или не знаю, на каких условиях. Ну, в общем, большинство пайщиков очень озадачены на этой проблеме. Тем не менее, все-таки я из вашей речи синтезировала глагол «бороться», и это самое, мне кажется, главное. Вы знаете, я сегодня вот наткнулась на фразу Майя Плесецкой. Она замечательная. Я, конечно, понимаю, что это очень романтично. В вашей беде вам подсказывают что-то фразами. Но это ни в коем случае не совет, не назидание. Просто вот услышите, что я прочитаю. Не смиряйтесь до самого края, не смиряйтесь. Даже тогда воюйте, отстреливайтесь, в трубы трубите, в барабаны бейте, и до последнего мига варитесь. Мои победы только на том и держались. Характер — это и есть судьба. Вот в любом случае я у вас вижу характер и то, что вы боретесь, хотя я вижу, как вам тяжело. С каждым днем вам все тяжелее. И, может быть, вам и не нужно отрубить в трубы. Мы будем, как всегда, оказывать вам медиаподдержку. В эфире нашего канала вы увидите сюжет об этой ситуации. Возможно, хоть у одного депутата горсовета найдется честь и достоинство защитить вашу ситуацию, потому что вы абсолютно не виноваты. Любой, кто смотрит наш эфир, может зайти на сайт набережного квартала и увидеть, что вам обещали и что в итоге вы получили. Может, хоть какие-то аргументы у них будут, почему они... Некоторые говорят, что здание будет демонтировано, то, что построено. Вы слышали эту версию? На самом деле, экономически это, наверное, никому не выгодно. Только в Украине может такое происходить. Это 27 этажей демонтировать. Ну, не слышали мы такой позиции. Мы не можем положить плитку тротуарную, а будем тратить 20 миллионов на то, что демонтировать здание. Ну, это довольно-таки трудоемко и затратно. И как бы мы не слышали такой позиции ни на одной из комиссий. Все, что мы слышали, это вот отписки, что ваш вопрос был рассмотрен, была проведена комиссия. Результата рассмотрения никакого нет. Не назначена экспертиза, потому что вопрос оплаты встал. Я не думаю, что для города такая большая проблема оплатить эту экспертизу. Но все-таки я считаю, что должна быть ответственность на властях, которые давали все-таки разрешение на строительство и договор аренды, этому подтверждение, тому, что эта земля выделялась для строительства. Это было целевое выделение этого участка. И на сегодняшний день обвинять пайщиков, что они сами виноваты, это просто как-то некорректно даже. Говорить это в лицо самим пайщикам. Конечно, это некорректно. Спасибо огромное, что посетили наш эфир. Я бы очень хотела, чтобы вы приходили еще. И не только... Хотелось бы, чтобы следующий наш эфир это были хорошие новости. Но, к сожалению, мы все живем в современных реалиях. Мы прекрасно будем понимать, что мы будем освещать эту вашу ситуацию и ваши суды и прочее. Хотелось бы подвести итоги нашего голосования. Все-таки с нами были телезрители. Что они думают? Что бы вы сделали, чтобы предотвратить проблему недостроев? Первый вариант. Разогнал мэрию. 32 процента. Посадил всех недозабросовестных застройщиков. 67. И третий вариант. Нужен комплексный подход. Ноль. Все-таки, видите, люди пеняют на застройщика. Вполне возможно, что это и правда, где-то истина, мне кажется, посередине. Потому что, в любом случае, мэрия выдает эти разрешения. Кто-то должен быть ответственным. К сожалению, как мы и разбирались, и вместе с вами это обсуждали, что очень часто здесь есть несовершенство нашего законодательства. Мне кажется, что если у нас в Украине столько объектов незавершенного строительства, все-таки должны ужесточить уголовную ответственность, чтобы действительно эти люди знали, что если они крадут ваши жизни, то, по крайней мере, у них будет украдена свобода. Я напоминаю нашим телезрителям, что в гостях была Оксана Пескунова, адвокат и Станислав Шевчук, инвестор жилого комплекса Набережный квартал. Берегите ваши семьи. Субтитры создавал DimaTorzok